Привет всем! И сегодня опять гоняем, опять пробуем, пробуем ловить рыбу и хочу сегодня сгонять в Конаково. В Конаково от Дубны по воде примерно 35 километров. Ну, в среднем, если брать скорость 25 километров в час, такую держать, да, то есть не на полном газу, полный газ это 35, а ну такую средненькую, то это больше часа мне туда пилить. Вот, хочу пропилить туда и доплыть, посмотреть, что там творится. Без меня, поэтому стартуем вот здесь вот, от нашего шлюза, и дальше пилим вот куда. Да, далеко-далеко-далеко, и где-нибудь, нет, сначала, да, остановлюсь сейчас, попробую поймать щуку, кило на три, опять, опять кило на три, и потом опять дальше пилю, то есть не сразу за раз, да, а так останавливаясь, но в итоге конечный пункт будет там. В общем, здесь покидал, но пока что-то никак, но давайте по вашему совету эту рыбку поменяю на что-то блестящее. Вот у меня здесь есть разные, так, честно говоря, я даже не шарю, какая из них лучше, какая хуже. Давайте вот такую попробуем, ее покидаем, какая еще есть интересная такая, вот это побольше, мне большую нам не надо. Давайте такую сейчас махну и попробую ее. Кстати говоря, сегодня снимаю обзор еще на лодку. Блин, короче, я ее гонял на 4С, сейчас попробую ее запустить на 6С, посмотрим, что она из себя покажет. Взял GPS-метр, максималочку замерю, покатаю, и шестибаночные аккумуляторы, соответственно. И что-то у меня сегодня не хочет работать ни как эхолот, не заводится и все, прикиньте. Негодяй, никак не показывает, иногда словит глубину и все. Но погодка сегодня хороша, никаких волн нет вообще, ветер 1 метр в секунду максимум. В общем, нашел местечко, щука здесь так и плещется. Одна даже вон там выпрыгнула, не знаю, зачем она выпрыгнула, выпрыгнула такая, ну большая, нормальная. Ну блин, кидают туда, кидают туда, никак не ловится. Плещется со всех краев, но каждый заброс это водоросли ко мне только попадаются и все. Сейчас попробую что-то еще поставить, поменяю эту блестяшку на что-то другое. Кстати, завелся эхолот, работает, сейчас вырубим его. Китаю, как знаете, от лепошки его хватает надолго, 5000 мАч, без проблем целый день держит. Покидал вот такую вот фигню, круто не зацепляет ничего, но тоже ничего не ловится. Но рыба есть, поймать не удается, друзья мои, поэтому решено перекусить. Да, а то мне еще долго плыть, поэтому опять у меня бутерброды, чаек и там всякого по мелочи. Целый рюкзак еды, да, пригодится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Так, ну что, цель достигнута. Вот откуда берется все электричество мира. Конаковская ГРЭС. Старая такая вообще, обалдеть, конечно. Даже есть еще до сих пор табличка Ленина. Да, каких времен она здесь построена. В общем-то, здесь особо ничего интересного у Конакова нет. Сейчас доеду до их Риверклаба, посмотрю, там яхты, катера. Дальше смысла нет пилить, там ничего интересного нет. Так, ну что могу сказать, попал под дождь. Да, но я с зонтом, я с зонтом, вот так вот. У меня просто колонка не влагозащищена, поэтому ее самое главное беречь. Все остальное как бы пофиг, в принципе. Ну, просто будет неприятно и сыро, что не очень хотелось бы. Поэтому сейчас вот припарковался на бережок здесь, пережду немножко и погоняю лодку. Маленькую, в смысле, вон ту. Потому что туча, вот она, небольшая гадина, вот она вся туча. И она прямо над нами сейчас. Так что скоро будет солнце, будет хорошо. Где бы, как бы, как бы сесть-то лучше. Даже не знаю, вот у меня впереди вон тентик этот носовой есть. Можно под него прятаться. Но там лодка, блин. Зато она не промокнет. Но дождь хороший, я чуть не думал, что такой-то ли вонет. Вообще дождь не обещали. В Дубне, ну, в Конаково не знаю ее, мы сейчас в Конаково. Поэтому, поэтому вот дождь. Говорили мне, покупай тент во всю лодку, покупай тент во всю лодку. Не слушал никого, сижу, мокну. В лодке сыро. Тут все сыро. Разошелся, гад, вообще просто. Тучка ни о чем маленькая. Но вот я думаю, все, вон там солнце уже идет. И должно к нам прийти. Но я весь промок. Ну как весь промок. Тут сзади капает на меня. Я пытаюсь колонку спасти свою, вон там лежит, которая. О, все, смотрите-ка уже маленький. Сейчас закончится. Про что я забыл, так это про аппаратуру от лодки. Но я думаю, с ней ничего не случилось. Особо на нее не попадало. Я как раз сидел здесь. Так, и теперь у нас куча воды. Да. Можно все это дело выгребать отсюда. Ну что, покатал ТФ-лочку, друзья мои. Замерил ее на шести банках. Естественно, я вам сейчас результат не скажу. Результат смотрите на RC Bayer, RC-обзоры. Там все гонки. Все гонки на катерах. Да. Смотрите, сколько у меня здесь отходов осталось, пока тестировал. Изоленты. Если вы учили экзаменационные билеты на лодку, то там есть вопрос, что делать с мусором на борту. Там есть вариант ответа кидать за борт. Есть вариант ответа, по-моему, там складывать в какую-то емкость и сжигать сразу на борту. Вот, в общем, такая ерунда есть. Что делать все-таки в итоге с этим? Ну, кто учил, отвечайте. Пишите в комменты, что с этим мусором делать. Наверное, сжигать? Может, за борт выкидывать? Друзья мои, нет, все неправильно. Нужно убрать мусорное ведро. У меня есть ведро мусорное. Потом уже выкинуть в какое-нибудь большое мусорное ведро на берегу. Вот, такие аккумчики. Вот это, кстати, все. Акум, походу, приехал. Он уже надулся у меня. И давно надулся. И лодка отказалась на нем на максимуме жарить. Это аккум Башер 6С 65С. А вот на этом жарит. 40С турнинджи. Вообще валит и валит и валит. Нормально. Так что это, блин, фиг знает. Не найдешь нормальных качественных аккумов, кроме джинс. Которые тоже иногда бывает подводят. Вот, кстати, они лежат. Так что давайте все это тоже сюда. Так что смотрите, обзорчик. Дополнительный, я бы даже сказал, обзорчик. Я решил доснимать ее в этом сезоне. А то беда с катерами, лодками. Так. Вон там плескалась уже три раза огромная рыбеха. Ну, наверное, щука, не знаю. Сейчас рвану туда, покидаю. И вот следующий кадр будет, как я вам показываю рыбу. Ну что, как я и говорил, следующий кадр с рыбехой. Блин. Посмотрим на тебя. Мелковато. О! Сорвалась! Пока я снимал ее тут. Она сорвалась. Но вот эта клюет. Смотрите, на эту клюет. Сейчас. Тут плескались еще крупняк. Сейчас поймаем какую-нибудь. Так. Пока все безуспешно. В общем, покидал, покидал. Блин, плечицы прям огромные. Выпрыгивают из воды, гадины. Кидаешь в то место сразу. Их там уже нету. Вот так я спрятался. Опять дождь, кстати. Да, если вы не заметили. Блин, там тучи какие-то огроменные. Просто там гремит вдали. Но вроде к нам не должно прийти. Второй раз попадает в дождь уже. Так. Аппаратура здесь. Да, все здесь. О! Удобненько. И не мочит. Круто. Вот нормально. Зонт бы как-то приделать, что ли. А то неудобно его держать. Ну ладно. Будет так. Да, тучка хороша, конечно. Но, к счастью, мне вроде повезло. Там какая-то мелкота. Насколько вижу, вот оттуда сейчас идет вот так вот сюда. То есть сейчас придет просвет. И дождь надо мной весь прошел. Ну так, капает еще. Ну, фигня. В общем, покидал-покидал. Но так и рыбу не накидал. Решено отсюда свалить, потому что может ливануть. А мне пилить до Дубны еще очень далеко. Минут, наверное, сорок. Вон там, видите, что творится. И, походу, это сюда. Короче, я погнал. Я попробую уйти от этой тучи, потому что там просвет. И туда мы пилим на полном газу. С щуком повезло все-таки. Так у всех поймал. С щуком повезло все-таки. Ну что, моя лодка однозначно быстрее тучи. Вон она где осталась. Ну, получается, у нас река здесь с поворотом такая. И как бы она туда по прямой ушла туча. А я повернул сюда. И по идее... Да, все, тучи туда идут. Вот, значит, вот это все на меня идет. Вон там где-то далеко от дождя идет. Блин. Вот даже не знаю, что делать. Попробовать еще половить. Наверное, попробую, да? Либо все-таки пилить до конца уже и собираться. Время уже много, но не знаю. Я думаю, я думаю, сейчас попробую. Вот где-нибудь вот там вот. В общем, покидал еще в своем рыбном месте, где год назад поймал огроменную щуку на один килограмм. И пусто. Просто капуста была там только на дне какая-то и все. В общем, из удачного сегодня только покатал катерок. Удачно. Остальное все как-то так себе. Amen. Продолжение следует...